друзья всем привет у меня вот небольшие новости есть хочу поделиться с вами информацией как живет моя новая семья вот есть у меня четыре самки которые я приобрел три месяца спустя на ярмарке в городе кропоткине все четыре желтенькие канарейки овсяночного на пиво можно так сказать ну со слов продавца и вот друзья значит папа приезду домой этих канареек я как и все нормальные заводчики канареек взял поместил птицу в карантинное помещение то есть там не было никаких птиц они там жили сами я обменял им каждый день белую бумагу ну чтобы наблюдать какой у них кал какой помет у птиц все было в принципе хорошо давал я им каждый день зелень разную то ли одуванчик то ли подорожник то ли птичий горец то ли цикорий то ли лебеда то ли крапива в общем разнообразие зелени было огромное также салат ботва свеклы ботва морковки ну и прочее кому интересно можно отдельно снять это видео по поводу какую зелень можно какую зелень нельзя и так все было бы неплохо да вот только по истечению полтора месяца мои канарейки начали драться начали драться а именно однако на речка сейчас я вам ее покажу вот у нее сейчас хвост в наличии есть а у всех остальных канареек хвоста нет она им всем повыдергивала хвост с чем связана такая агрессия я не знаю но факт остается фактом вот обратите внимание четыре самочки из них три без хвостика и одна с хвостиком ну в общем у меня есть подозрение что здесь среди среди баб один араб ребят я думаю здесь один самец есть но песни не не песни не звука никакой мелодии никакого яра пока не было ну или это придурочная самка которая выдернула всем хвосты или просто новый испеченный самец в общем будем наблюдать конечно надо его отсадить по-хорошему наверно на днях отсажу и уже буду непосредственно вот он сейчас грушу есть кстати сегодня даю грушу яблоко видите слева яблоко справа груша но птица предпочитает грушу видимо потому что у меня сегодня сезон груша очень сладкая груша падает все осы слетаются шмели пчелы мухи ну и канарейки не могут стоять в стороне когда есть сладкая груша также обратите внимание у меня вот рядом с канарейками герань у кого есть герань рекомендую поставить рядом с птицами и время от времени немножко вот такими легкими движениями шевелить листву чтобы запах герани насыщал воздух тем самым канарейка дышала этим запахом и укрепляла свой иммунитет поправляла свое здоровье это очень полезно кстати герань у кого есть она в списке разрешенных растений домашних растений разрешенных для канареек можно зимой ну не прям каждый день ну периодически угощать своих канареек этой зеленью герани очень полезно ну без фанатизма друзья по чуть-чуть также я заметил что канарейки очень любят сладкие груши была тема у меня вернее я хотел сделать тему и по поводу сахара начал общаться с разными канароводами в общем старая школа говорит сахар надо новая школа говорит сахар не надо сахар нарушает обмен веществ и птица может заболеть у птицы может развиться сахарный диабет как бы новые ученые вернее современные ученые выясняли выясняли и вот выяснили так что друзья сахарок под вопросом я пока воздержусь ну вот альтернатива сахарку сахарная сладкая груша у кого нет домашней груши с супермаркета с супермаркета я не рекомендую там есть разные привозные груши которые лежат на прилавке и не портятся то есть канарейка съесть такую грушу также канарейка не испортится помет у нее станет неправильный нехороший можно загубить птицу так что груши это рекомендую давать по сезону по сезону пускай это будет с огорода пускай вы где-то приобретете там бабушка будет торговать возле супермаркета грушами вы ее не гоните выручите ее купить у нее груши в общем такие вот дела все бы ничего а еще кстати друзья кто не в курсе откуда я взял этих самочек я вам скинул размещу ссылку внизу в описании вы посмотрите это была кропоткинская ярмарка там приобретал этих самок вот такие дела в общем планировал я их размножать осенне-зимний период но я это размножение перенесу на весенне-летний период потому что перелопатил уйму уйму перелопатил литературы и ни одна литература не нашел я нигде того что вот надо осенью размножать канареек осенью можно там попугаев амадин это уже отдельная история а канареек закон у канареек такой что правило вернее закон или правило канарейки размножаются весенне-летний период кстати уважаемые подписчики которые пишут мне на ватсап вопросы посадил самца посадил там щегла самку щегла с канарейкой или кенера с канарейкой вот начинает ярить начинает яйца что будет дальше друзья или вот даже такой вопрос был самка начала нестись нам нужен срочно кеннер друзья отменяйте всю эту суету все эти хлопоты не надо канарейки должны размножаться весной и летом сейчас не надо размножать канареек в общем по периоду размножения понятно друзья у кого ерит отсаживайте кенера от самочки вместе кенер с канарейкой не содержится это пагубно влияет и на кенера и на самочку канарейки значит какие советы могу дать по содержанию вот осенью зимой значит кто держит канареек в квартирах если есть герань то периодически шуршите вот эти кусты что по ароматами канарейки дышали если у кого-то нет герани ну приобретите герань стоит копейки а пользы приносит на мешок золото условно говоря это кто в квартирах держит потому что воздух сухой и еще обратите внимание вот я сейчас приготовил вам есть у меня вот такая вот купалочка купалку можно взять любом зоомагазине вот моя клетка самодельная здесь немножко не доработано я доработал сам ставил здесь вот друзья видно я сделал скобы из обыкновенной скрепки и на этим петли будем вешать сейчас мы купалочку вот так вот открывается вторая дверца запасная и на нее вешается очень легко очень просто и удобно вешается купалка купаться канарейкам нужно обязательно купание канареек говорит о том что ваша птица находится в хорошем состоянии здоровья больная птица никогда не будет купаться в плане купания еще надо подчеркнуть что купать канареек можно как в отстойной воде отстойную то есть храна не надо там может быть повышенное содержание хлорки и прочее в общем отстойную воду вы ее подогрели до комнатной температуры налили примерно на полтора два сантиметра глубиной вот эту вот ванночку и пускай канарейки ваши купаются можно делать отвар ромашки аптечной отвар полыни полынь обыкновенная затем крапива также можно в общем любые лечебные травы можно заваривать и делать купалки канарейкам все это идет полезно просто в воде ну старайтесь реже купаться купать птицу просто в воде и если вы поставили купалку то имейте ввиду что если вы с утра поставили воду хотя бы в обед поменяйте ну и смотря если ваши канарейки купаются там интенсивно меняйте воду чаще если в квартирах очень жарко вода будет просто там портится и канарейка уже в грязную воду не полезет и еще есть такие кстати говоря владельцы канарей которые думают ну я вот ванночку поилочку сделал значит как по эту поилку можно не вешать нет не путайте пожалуйста купание это одно поение это одно там где искупалась канарейка там уже не будет пить другая канарейка потому что они очень чисто плотные и у них не прокатит такое обратите внимание в левом крайнем углу канарейки кушают герань видно вон она жует травку видите также обратите внимание друзья у канареек в данный момент в клетке находится и яблоко и груша сладкая и видите как птица выбирает герань то есть птица не отказывается от герани допустим если я кормлю мокрицей то птица отказывается от морковки тем более от магазинной морковки птица отказывается а здесь вот вы видите сейчас сами что канарейки при вас при мне покушали попробовали герань следовательно если завтра канарейка упадет без сознания я вам об этом расскажу покажу но я сто процентов уверен что такого не случится потому что герань полезна и она разрешенная такие вот дела друзья не забудьте подписаться на канал кстати вот еще был такой вопрос у меня далее говорят покормили морковкой птица начала поносить друзья когда кормите морковь когда допустим я даю со своего огорода или ближайшие фермерские хозяйства где более-менее химии мало применяют большие супермаркеты привозят ее там моют зачем-то эту морковку она лежит мыта в пакетах чуть ли не с бантиком цена у нее дорогая она не портится и такую морковку даже канарейки не едят а канарейки это у меня вот я их как индикатор даю им яблоко едят даю яблоко с магазина не едят значит я и детям такое яблоко не даю и сам это не ем друзья до скорой встречи продолжение следует подписывайтесь на канал ой вот а